Десятого сентября в Северском районе произошел своеобразный экологический коллапс. «Вышла во двор покормить собаку. Странный запах, неприятный очень. Думала, что где-то что-то палят, или, я не знаю, такой запах, неприятный очень. Я зашел в социальные сети, и Станица Северская, Баки, Афибский, Ильский, все об этом писали. Ну, как бы это резонанс большой района, я считаю. Я запах не чувствовала, но многие соседи, как бы, сегодня говорили об этом, что едкий запах был. Ощущала такая вонь непонятная. Вначале думал, может, костер палит, а сегодня сказали, что на КЗО бедным людям было плохо. Скорее всего, это выхлоп с Афибского НПЗ». Едким и жутко пахнущим облаком на расстоянии почти 40 километров накрыло поселок Афибский, Станицу Северскую, поселок Ильский, Хутор Карский и другие населенные пункты района. Некоторые жители ощутили недомогание, тошноту, учащенное сердцебиение и головную боль. В социальных сетях люди начали строить разные предположения, что же это могло быть. Обеспокоенные граждане сразу начали звонить в единую диспетчерскую службу. «В районе восьми вечера от жителей Станицы Северской начали поступать в единую диспетчерскую службу вопросы о этом едком запахе и происхождении его. Мы связались с представителем Афибского НПЗ и нам там пояснили, что у них происходит частичное отключение электроэнергии. Для того, чтобы газ не скапливался в этих оборудованиях, через факельную вышку происходило стравливание, чтобы не произошло какого-то нештатного ситуации. Были проведены Роспотребнадзором замеры. Как Роспотребнадзор нам пояснил, замеры в норме не превышают ПДК. Угрозы жизни населения не было». Согласно официальным источникам, едкий запах никак не мог повлиять на здоровье людей. Но жителям Северского района остается только надеяться, что подобный случай не повторится и никому больше не придется опасаться за здоровье родных и близких людей. В Северском районе завершились выборы главпоселений депутатов всех поселений и дополнительные выборы районных депутатов. «В период работали 69 участковых избирательных комиссий. Нарушений избирательного законодательства не было в данный период. Избранными главой Афибского городского поселения считается Коваленко Юрий Антонович, набравший 93,5% голосов избирателей. Главой Азовского сельского поселения считается избранным подобный Алексей Владимирович, набравший 92,6% голосов». Районными депутатами по Северскому трехмандатному избирательному округу номер 2 избрали Диану Горохову. С результатами 43,9% голосов. Георгия Попова с результатами 27,7%. Также избраны 202 депутата городских и сельских поселений муниципалитета. По данным избирательной комиссии, в этом году большую активность на выборах проявила молодежь. «Если весь мир – театр, то и актера может стать каждый. Сцена – это всегда разные лица, характеры, типажи. Это возможность реализовать собственный талант, представить его на суд зрителя. В станице Азовска прошел финальный этап краевого специального фестиваля искусств среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году победителей зональных этапов принимал Северский район. Всего в галоконцерте участвовали семь учреждений со всего краем. Номинально коллективы имеют статус любительских, но уровень подготовки и исполнения мало чем отличается от профессионального. «Хочу сказать, что когда у нас проходил очередной зональный этап, было очень тяжело жюри судить. Настолько было профессионально, настолько было все качественно. И вот сегодня, когда мы подводим итог, когда все приехали в самые лучшие из лучших, я думаю, что будет очень тяжело, но будет очень интересно». Театр искусства перевоплощения. Поэтому на сцене органично уживались герои русских национальных сказок, пираты и другие вымышленные персонажи. Грим, костюмы, свет, рампы и, конечно же, реакция зрителей в зале. Все по законам драматургии. «Я же тебе говорил, они меня съедят! Да кому ты нужен такой грязный? Да я тебе говорю, я буквально год назад помылся! Людоведы! Наконец-то, милькие, съешьте меня! Точно мне без твоей команды! В качестве почетных гостей на галоконцерте присутствовали Марина Умарова, консультант организации деятельности домов-интернатов, и Владимир Захарченко, директор Северского психоневрологического интерната. По итогам мероприятия каждому учреждению вручили почетную грамоту участника и дипломы в различных номинациях. С праздничного костюмированного шествия начался гастрономический фестиваль «Свияжская уха». Он проходит в татарстанском городке Свияжск уже в шестой раз. По улицам торжественно пронесли гигантскую стерлядь, а после этого за дело взялись повара. На поляне в котлах варится уха. Говорят, что один из секретов вкусного блюда – готовить его на костре. Здесь другая атмосфера. Дым костра – это во-первых. Ну, во-вторых, свежий воздух. Уха – уникальное русское блюдо. Готовить его начали в 11-12 веках. В уху кладут рыбу и добавляют картошку, лук и морковь. Но рецептов множество. Один из них – уха по-царски. Секрет этой ухи в том, что она готовится на бульоне, на курином, но в данном случае это петух. Мы искали домашнего петуха, мы купили на рынке его. Готовится бульон и уже потом добавляется вся рыба. Впрочем, секреты раскрывают не все повара. Сначала бульон, потом овощня, потом уже рыба. Ну и в самом конце есть определенные маленькие фишечки. Ну а судьи во всеуслышание напоминают о главном правиле приготовления национального блюда. Нельзя ни в коем случае активно и долго кипятить это блюдо. Оно должно медленно томиться. Таким образом, вкус будет более насыщенный и приятный. Гостей фестиваля бесплатно угощают разными видами ухи. Здесь очень уха хорошая. Дома некогда готовить. И рыбы такой не хватает. Считается, что классическая уха готовится из такой рыбы, как судак, окунь, ёрши, сик. Кладут и другую рыбу. Но главное, чтобы она была свежая, нежная и ароматная. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! А как сделать ее больше? Белая зарплата и большой стаж. Будет больше коэффициентов и выше пенсия. Пенсионный фонд России Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя, как это сказать, не планируем? Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планирую. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!